Всем привет! Вы на канале Валай Балалай, где я вытаскиваю все самое интересное из крутых игр и рассказываю об этом вам. Я наконец-то прошел потрясающую игру Control, так что настало время для целой кучи роликов по этой абсолютно отбитой и уникальной игре, которая во многом была создана под впечатлениями от такого явления как фонд SCP. Первое видео из этого цикла было бы логичнее сделать вводным во вселенную Control, но я такой же логичный, как холодильник, в котором живет огромный одноглазый монстр с кучей лап из астрального измерения. Если вас заинтересует вселенная Control и вы захотите ролики, в которых я буду объяснять всю эту адскую шизу, что там творится, то ставьте лайк и пишите «Давай, Control!». Наш сегодняшний объект – это так называемый измененный предмет, появившийся в результате так называемого альтернативного мирового события. А так как это первый ролик по Control, я кратко расскажу, что такое измененные объекты и альтернативные мировые события. Альтернативное мировое событие, или АМС, так Федеральное бюро контроля, или ФБК, называет случаи, когда другая реальность соприкасается с нашей, вторгаясь в определенные места нашей реальности. Существует любопытная корреляция с еще непостижимыми для человечества силами. Данные силы тяготеют к архетипическим объектам, они привязываются к автомобилям, пистолетам, лампам, сейфам, или, как в нашем случае, к холодильникам или другим рукотворным объектам, наделяя их сверхъестественной силой. Исходя из этого, можно сделать вывод, что человечество, хоть и неосознанно, но влияет на этот процесс, ведь силы избирают своей целью именно созданные людьми объекты. Человек создает эти архетипы через повседневную жизнь, популярную культуру, городские легенды, но наблюдает и влияет на сложную систему действий. Бюро даже проводило эксперимент, выдумывая городские легенды и распространяя их среди обычных жителей, что увеличивало вероятность того, что в автомобиль, например, вселится злой дух, а холодильник превратится в массового убийцу. Концептуальная реальность, сновидение, воображение людей имеют силу. Люди воплощают в реальность абсолютно нереальные сценарии, но даже Бюро, спустя годы исследований, так и не научилось управлять результатом такой манипуляции. Мало того, до сих пор непонятно, является ли человек причиной или отправной точкой появления измененных предметов, или он всего лишь необходимый посредник в этом процессе. Бюро, как и фонд SCP, ставит своей целью изоляцию и изучение подобных явлений и предметов. SCP, извините, AI-10KE, Снежная Королева, это холодильник, являющийся порталом в Астральное Измерение. Это целый мир, живущий по своим собственным законам, которые не имеют ничего общего с законами ни нашей планеты, ни галактики, ни даже нашей реальности. В области Астрального Измерения, куда ведет портал из холодильника, обитает огромное существо неизвестной расы под названием Формер, но обо всем по порядку. Холодильник «Снежная Королева» производства 1960 года с отсутствующей функцией охлаждения появился в ходе неизвестного альтернативного мирового события и впервые попал в поле зрения ФБК после того, как остался абсолютно невредимым после обрушения нью-йоркской гостиницы «Центральная», которая, возможно, и была результатом альтернативного мирового события. В гостинице он служил бытовым прибором в апартаментах неизвестного мужчины, снимавшего номер вместе с сыном, который оставил на холодильнике три рисунка. В день обрушения мужчина вышел из здания, оставив сына Майка одного, чтобы купить яиц в магазине на углу. Счастливый сын сидел среди горы карандашей и листов бумаги, когда здание рухнуло. Муниципальные работники нашли Майка, раздавленного холодильником. Странность состояла в том, что ни холодильник, ни рисунки, висящие на нем, не были повреждены. Как будто не было тон камней, падающих сверху. На холодильнике были лишь следы, напоминающие отпечатки когтей, но неизвестно, появились ли они до или после обрушения. После инцидента мужчина продолжил пользоваться холодильником, так как увидел в том, что ни холодильник, ни рисунки не были повреждены, божественное знамение. Но в 1974 году он решил продать холодильник, чтобы двигаться дальше, в результате чего через подставных лиц он был куплен агентами ФБК и 18 ноября 1974 года был помещен в особые условия содержания в паноптикуме, хранилище, где находились все подобные предметы, найденные бюро. Однако вскоре объект AI-10KE начал проявлять агрессию, причинять необъяснимую боль людям и разрушать ближайшие объекты и камеру хранения тогда, когда на него не смотрел хотя бы один человек. Из-за этого были обновлены процедуры хранения. У холодильника должен был круглосуточно находиться сотрудник фонда Труббюро, который всю смену обязан был сидеть и смотреть на холодильник. В ходе испытаний выяснилось, что как-то повредить ни холодильник, ни рисунки невозможно. Рисунки также не получалось отделить от Снежной Королевы. Какое-то время все было в порядке, но когда в старейший дом базу Федерального бюро контроля вторглись ИИСы, о которых я, конечно же, расскажу в следующих видео, если вы насыпите тут лайков, процедура содержания была нарушена, в результате чего сотрудник по имени Филипп просидел у холодильника больше суток, не смыкая глаз, и из-за этого начал сходить с ума. Когда новый директор Джесси Фейден обнаружила его, она попыталась спасти Филиппа, но холодильник что-то сделал с ним. Точно сказать нельзя, но судя по лужи крови, оставшейся в камере рядом с объектом, Филиппу не очень хорошо. Дабы обезвредить холодильник, Джесси использовала свои способности, после чего попала в астральное измерение или в его аналог, где выяснилось, что злая сущность, разрушившая гостиницу и позже угрожавшая целостности паноптикума, это огромное существо по имени Формер, о котором, кроме имени, неизвестно абсолютно ничего. После того, как Джесси Фейден смогла победить его и изгнать, холодильник перестал проявлять какие-либо признаки активности или агрессии. Напоминаю, что чем больше лайков и просмотров, тем больше будет роликов по потрясающей вселенной офигенной игры Контрол. А если вы хотите ее купить, то сделайте это, пожалуйста, по моей ссылочке в описании. Спасибо за просмотр и доминует вас всякая криповая хренатень.